У меня очень много друзей в ополчении, в ДНР, ЛНР. Можно говорить о присутствии российских войск, можно говорить об их отсутствии, но давайте просто будем честными, если бы были реальные русские войска там, российские, то уже давно все закончилось, и ничего бы не было. Просто воры сменили воров, пришли грабить дорогой нам любимый народ. Вот у меня домработница, она с Западной Украины. Ну, у нас каждая встреча начинается с беседы. Я говорю, как у вас там, как у вас там, она мне все рассказывает. А некоторые с ней даже перестали разговариваться, некоторые перестали с ней разговаривать, потому что она работает на москалей, но тем не менее она работает здесь, и все деньги, которые зарабатывает, везет туда, и все внуки, правнуки и т.д. и т.п. все там на эти деньги живут. Ну, это смешно. Ну, с другой стороны, я понимаю, нам же тоже когда-то задурили голову, там, допустим, в 17-м году, когда православный русский народ начал крушить церкви колокола и сжечь иконы. Видимо, мы тоже подвержены вот каким-то таким совершенно непредсказуемым вещам. Видимо, просто народу Украины что-то там дали понюхать, или в голову вбили, что они сейчас куда-то чудят. Но все равно же приходит когда-то отрезвление. Я думаю, что и наши братья одумаются, и все это пройдет. Очень грустно, больно, потому что у меня родственники в Николаеве живут, под Николаевым в Терновке. Ну как? Ну, братья же. Ну, нельзя.